Добрый вечер в эфире ПОДИ на телеканале ЛОД в студии Светлана Попова. На календаре 18 октября, вторник. И сегодня мы расскажем о таком. Вышел из тюрьмы и убил человека. Осенний призыв. 170 ребят Луганской области отправились на срочную службу в армию. Сватовские казаки приняли присягу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как сообщает пресс-служба Луганской области администрации, за прошедшие сутки российские террористы шесть раз открывали огонь по позициям наших военных. Около 19 часов по жилым кварталам города Попасное боевики били артиллерии 152-го калибра. Неподалеку поселка в Новоалександровке, Орехово и города Золотого Попаснянского района враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Руководитель области Юрий Горбуз подчеркнул, цитата, Сообщается также об обстреле украинского опорного пункта, который находится недалеко от КПВВ Станицы Луганская и подлежит отводу в соответствии с рамочным соглашением в Минске. В криминной, освободившейся из тюрьмы, 10 октября мужчина убил человека. После совместного отдыха и употребления алкогольных напитков между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который перерез в драку. За совершенное преступление бывшему заключенному теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом, ведется досудебное расследование. Перебывая в состоянии алкогольного спьянения, на почве побудового конфликта задала телесные ушкоджения потерпелему. После этого они пройшли, еще живым потерпелем, до леса, где злочинец продолжал наносить телесные ушкоджения, пока не настала смерть потерпелего. Осенний призыв. 170 ребят Луганской области отправились на срочную службу в армию. Теоретические знания и практические навыки они получат в воинских частях Полтава, Чернигово, Львова и Днепра. Как провожали защитников Украины, видела Анастасия Волкова. В Северодонецком городском военном комиссариате сегодня собрались 20-летние парни со всей области. Они призваны сюда для того, чтобы отбыть воинские части по всей Украине для прохождения срочной службы в армии. Всего их 170. Все призывники убывают в навчальные центры. После прохождения обучения в навчальных центрах и получения воинской обликовой специальности, к примеру, там стрелок, член экипажа, после этого убывают воинские части в пункты постоянной дислокации, не залучаются до выконания боевых заданий в зоне АТО. В 18 месяцев эти ребята будут осваивать военное ремесло. Для многих из них армия – это долг перед Родиной. Для меня служба – это святое. Надо служить. Долг есть долг. В армию с благословением. Служители церкви сатой водой окропили всех призывников и помолились за их службу. Все заповеди, которые Господь нам дал, мы должны их выполнять. Следующий призыв на срочную службу будет весной. Анастасия Волкова, Николай Розниченко, УДИИ. А у Сватова не только провожали юноши в армию, но и поздравили военнослужащих местных подразделений. Здесь же молодые сватовские казаки приняли присягу. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Сержант Вооруженных сил Украины Левко Бабляк работал бухгалтером. Сейчас он служит в Сватовском районе, а два года назад в составе батальона «Донбасс-Украина» воевал в Крымском и Попасной. Починал служить с батальона «Донбасс-Украина». Потом перебився сюда, в Золочи, в Римполк, с Вязковцем. До того душа лежит. Кто-то на порядке есть из ваших? Сейчас в Маринске стоят батальон «Донбасс-Украина». Пару моих друзей загинуло, сегодня згадали их, упомянули. Неоднократно бывал на передовой и Владимир Тыш. Сейчас парень служит в Римбате. О своем выборе профессии, говорит он, не жалеет. Пошел служить я на контракт, когда были спокойные часы, что не было войны. Я считаю, что воинский – это доблестная справа. Поговорит кто-то ее выполнять. За рассмотром того, я и пошел служить. Левко и Владимир сегодня среди награжденных бойцов Сватовского гарнизона. А вот эти юноши пополняют ряды украинской армии. Они – призывники. Службу ребята будут проходить не в зоне АТО. Хотелось бы служить на корабле, но по состоянию здоровья не заберу туда. Местные казаки в камуфляже не просто так. Среди них много ветеранов АТО. Они принимают новобранцев. Это как признаков, что ты можешь направо защищать свою землю. И что ты, ей и сыном. Полицейские Сватова демонстрируют юношам оружие и средства защиты. Некоторые примеряют бронежилеты. Для двух гранат. Его комплектация. Скажи, важко? Ну так, 12 килограмм для этого. Хотел бы так и насыть? Не. Но если защищать, то да. Угостили защитников Украины казацким кулешом и домашними блюдами. А развлекали бойцов местные артисты. Юлия Щербак, ПУДИЕ. Это не вся информация, подготовленная командой ПУДИЕ. Далее в выпуске. Без интернета. В оккупированном Луганске людей изолировали от внешнего мира. Награды для волонтеров. Северодонецкие школьники настроены на победу в джуре 2017. В оккупированном Луганске отключили интернет. Боевики решили создать свой недогосударственный. Говоря все, ЛНР и Плотницкий пригрозил. Неплательщиков за электроэнергию оставят без зарплаты пенсии. Террористы Луганской недореспублики запретили частным предпринимателям скупать металлолом. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. В оккупированном Луганске отключили интернет. Жители пишут, что с самого утра сегодня, 18 октября, у большинства луганских провайдеров кабельного интернета отключены каналы. Чиновники-сепаратисты решили создать свой недогосударственный интернет. Об этом пишет Островок. Так, сборище министров самозванцев своим псевдопостановлением определил, что предоставлять услуги по поставке интернет-трафика могут только операторы электросвязи фейковой ЛНР, недогосударственной формы собственности. В бумажке указано, что решили оккупанты так, в целях обеспечения защиты информационного пространства, то есть для полной изоляции людей на временно оккупированной территории Луганской области от внешнего мира. Теперь боевики будут решать, что именно должны и имеют право узнать люди из сети. Так называемый заместитель министра связи и массовых коммуникаций Роман Булышев обещал, что жители продолжат получать интернет от своих провайдеров в прежнем режиме. И переключение на них не отразится. Но, как обычно, свои обещания террористы не выполняют. Людей лишили возможности пользоваться интернетом. Главарь всей ЛНРи Плотницкий пригрозил ярым неплательщикам за электроэнергию, невыплаты, зарплаты и пенсии. Об этом пишет Остров. Так террорист Игорь Плотницкий на аппаратном совещании, то есть стандартном сборище министров-сепаратистов, призвал руководителей предприятий и населения своевременно оплачивать потребленную электроэнергию. Говорит, плата за услугу опять выходит на уровень 60-65% оплаты. Остальные не платят. Процент нужно повысить, считает главарь боевиков. Для этого есть и возможности зарплаты, пенсии, финансирования министерств. Не заставляйте жесткими методами решать эти вопросы, заявил террорист Плотницкий. То есть у неплательщиков попросту заберут их заработок и пенсию за возмещение долгов. Так уже поступили с учителями. С их зарплат вычисляют долги учебных заведений по коммунальным услугам. Такие законы в ненародной псевдореспублике. Боевики луганского недогосударства запретили частным предпринимателям скупать металлолом и цветной, и черный. По словам псевдомыра, захваченного террористами Луганска, Манолиса Пилавова, оккупанты берут под свой контроль скупку металлолома. Эту сферу бизнеса боевики национализировали, то есть отжали. Об этом пишет информатор. Так террористы обеспокоились тем, что в захваченных городах участились кражи телефонных кабелей, металлоконструкции, крышек, канализационных люков. И все это пошло в обход карманов сепаратистских властей. Обычно только боевики имеют право воровать и сдавать троллейбусные линии, трамвайные контакты и люки. Таких прав у нищих людей нет. А оккупанты его подтвердили своим недоуказом. Воровать можно террористам. Для того, чтобы получить материальную помощь после травмы на производстве, необходимо находиться на подконтрольной Украине территории. Об этом напомнили в фонде социального страхования. Сюда все чаще обращаются жители оккупированных территорий. Но помочь им работники соцстраха не могут. Объясняют, им необходимо выезжать на место работы пострадавшего, для того, чтобы провести оценку. А гарантировать безопасность на той стороне никто не может. До военных действий в Луганской области насчитывалось порядка 58,5 тысяч состоящих на учете. Переместилось из оккупированных регионов на сегодняшний день порядка 28 тысяч. В городском дворце культуры Северодонецка чествовали воинов АТО и чиновников города. Награду вручили военный комиссар Северодонецка и заместитель командира 53-й отдельной механизированной бригады. Знаки отличия и грамоты получили лучшие солдаты, командиры, а также люди, помогающие нашим воинам в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Среди награжденных меценат Александр Романовский. Ему вручили знак отличия командира 53-й отдельной механизированной бригады за неоднократную помощь нашим воинам на передовой, а также гражданскому населению в зоне военного конфликта на Донбассе. Присутствующий в зале поприветствовал руководитель Луганской областной организации партии «Батькевщина» Ирина Веригина. Я вертаюсь к воинам. Бережьте себя, потому что вы нам очень-очень нужны. Я также знаю, что это война. Я также знаю, как это втрачать. И поэтому я хочу побежать вам, чтобы вы никогда никого не втрачали. Я хочу, чтобы Луганщина, та окупованная территория, была снова в складе Украины. Северодонецкие школьники настроены на победу в джуре 2017. Готовиться к всеукраинским соревнованиям начали уже сегодня. Северодонецк – один из немногих городов в Украине, который проводит тренировки для своих команд. На полигоне в госслужбы по чрезвычайным ситуациям юные северодончане проходили полосу препятствий, работали с пожарным оборудованием, учились ориентироваться на местности. Как это было? Смотрите далее. Для проведения учебно-тренировочных сборов школы безопасности и открытия всеукраинской игры «Джигура» построены. Расшите сборы начать, флаги поднять. Разрешаю. Построение гимн, флаги подняты. Пора начинать учебные сборы, которые подготовят северодонецких школьников к областному этапу всеукраинской военно-патриотической игры «Сокол Джура». Называется это движение «Школа безопасности». В нашем городе проходит на протяжении 10 лет. Мы проводим ежегодно. Все школы города у нас участвуют. И то есть наша задача – детей научить. Дабы зажечь молодежь на тренировку, опытные спасатели штурмуют башню с помощью трехколенной лестницы. Дети обучаются правилам пожарной безопасности, как себя вести в чрезвычайной ситуации, как оказать первую помощь. Это все так проходит в игровой форме. И детям интересно. И они именно в такой способ лучше усваивают информацию. Мы всячески помогаем. Приезжают наши автомобили, рятувальники, показывают, рассказывают. Вот как о спецтехнике нашей, как что работает. Пошел. Куча срыва ты должна удержать себя на руках. Не давай раскачиваться. Веревкам все правильно, все хорошо. Я вот первый раз. Для меня что-то новое. Как раз вот взяли меня с моими друзьями. Пока что мы научились, как если вот будет сирена у нас в городе, что нужно делать. Потом полоса препятствий, если там будет пожар в каком-то доме. Первый этап – боевое развертывание. На минуту ребята становятся настоящими пожарными. На этой станции волонтеры общества Красного Креста рассказывают, как оказать первую медицинскую помощь. А здесь учат проводить спасательные работы на воде. Правда, вода воображаемая. Ее температура не позволяет получить реального навыка. Но это, ребят, не смущает. Очень это интересно. И если вдруг случится, не дай бог, такая ситуация, то мы можем, в принципе, помочь чем-то. Может даже спасти жизнь. И в походах это лучше быть подготовлено. Подготовку к джюре проводят только в пяти областях Украины. Северодонецк уже 10 лет ведет свои команды к победе. Ведь она достается только упорными тренировками. Светлана Попова, Андрей Берегидер, ПОДИЕ. Таким был этот день на Луганщине. И напоследок о погоде на 19 октября. В Луганской области переменная облачность без осадков. Утром слабый туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ем плюс 3-8 градусов. В Северодонецке температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза. Днем плюс 6-8 градусов. В Луганске температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза. Днем плюс 6-8 градусов. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с социальной проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050-328-86-44. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LOTLGUA и в новостях Радио Пульс. Спасибо, что были с нами. Увидимся на телеканале LOTLGUA.